Всем привет, ребят, с вами Вула и на ваших экранах кассеты Корса. В связи с длительным моим отсутствием, старые гайды претерпели небольшие, но все-таки изменения. К тому же, сложившиеся ситуации в мире, у меня теперь просто нет возможности расширить свой гугл диск, так что сегодня ответим на парочку важных вопросов, которые были, есть и, наверное, будут всегда. Ибо каждый стрим или другой видос постоянно задают одни и те же вопросы, поэтому всех я буду вас отправлять на это видео. Итак, начнем с простого. Моды. Это первый вопрос, который интересует начинающих дрифтеров, а именно, где скачать и как установить. Первый вопрос решается просто. Я прикреплю в описании несколько ссылок на те ресурсы, которыми я постоянно пользуюсь. Самый главный ресурс это вот эта вот гугл таблица. Тут, если честно, можно найти практически все по всем интересующим вопросам. Тут есть и покемашины, куча трасс, как простые фреромы, так и горы, и профессиональные конфиги. Есть ссылки на всякие сайты с другими модами, ссылки на разные дрифт комьюнити, где можно, в принципе, оторваться на разного рода турниры и всякие венты. Также есть настройки на рули, чем тоже интересуются люди. Я еще в этом видео покажу настройки, которыми я пользуюсь сам в данный момент, но тут уже, как говорится, на вкус и цвет всех ломастеров разные, но сейчас не об этом. Также прикреплю ссылку на шутоку, это больше ванган проект с огромным мегаполисом для езды на скоростях. Как-нибудь подробнее расскажу о нем в другом видео. Теперь установка. Для тех, кто до сих пор не понимает, как устанавливать моды, качаем контент менеджер, ссылка будет в описании, устанавливаем и корсу теперь запускаем только через него. Качаем нужный нам бот, будь то машина или трасса, они практически всегда в архивах. И теперь мы берем этот архив, переносим в контент менеджер, сверху в углу загорается три зеленые полоски, нажимаем на них, спускаемся вниз и нажимаем install, профиль. Теперь мы научились устанавливать моды. Таким же способом можно устанавливать не только тачки и трассы, но и всякие виджеты, решейды и улучшение графики. Покажу на примере initial dhuda. Качаем с res department, нужный архив. Чтобы появилась клавиша скачать, регистрируемся. Также переносим в контент менеджер, устанавливаем только. Чтобы эти моды вот активировались, заходим в настройки, в приложение и тут ставим пару галочек. И вот в игре уже справа в виджетах вы сможете найти нужное вам приложение. Ну и напоследок обсудим настройки руля. Я уже упоминал о том, что настройки для разных рулей есть в таблице по ссылке в описании, но для разнообразия покажу на каких кота именно я. Начнем с того, что откажемся от лута. Да, в старом видео я говорил о том, что это полезно облегчает ваш порог вхождения в дрифт, но есть одно большое но. Потом все равно придется от него отказаться. Ибо, как бы то ни было, лут замедляет действие фидбэка, делает его более плавным. Если как ознакомление и обучение это еще как-то полезно, то для нормальной езды он не особо полезен и я бы даже сказал вреден. Как в принципе и случилось со мной, пришлось переучиваться. Ибо привык к луту, а чувствительность стандартных настройок выше, следовательно последовали развороты и начинайте лучше сразу без лута учиться ездить. Да, сложнее, но потом мне придется переучиваться. По поводу настройок фидбэка в контент менеджере вы можете сейчас увидеть на своем экране. Настройки в драйверах руля ставим вот такие, у меня, между прочим, Т300. А если у вас Logitech, то нужно будет вам еще покаткаться в настройках профайлера. Это касается обладателей рулей G25 и G27. В G29 нет такой штуки, как профайлер, и в драйверах вы разве что градусы руля изменить сможете. Вот в принципе и все. Не собирался я долго разговорствовать на эти темы, все и так давно заезжено. Просто повторил для тех, кто забыл или делал перерыв, как я. Ну и совсем не знал. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, а также не забывайте теперь переходить на Трово. Там есть свои фишки, там и смотреть стримы удобнее, особенно с телефона. Ну и увидимся на просторах дорог. Всем удачи, всем пока, играйте только в хорошие игры.